Всем привет! С вами ArtColor и сегодня начинается первый день нашего ремонта с подробностями. Мы начинаем с вами с наброска. Ставим эллипсы. У нас будет такая большая кружка в форме тыквы. И она у нас сверху уже, снизу шире. Причем так раза в полтора примерно она снизу шире. Пока мы ничего не вырисовываем, ставим такие условные линии, работаем с наброском. Я совсем немножечко охрипла, поэтому в принципе ничего страшного. Так, отрисовываем нашу ручку сбоку, которую мы будем видеть. Мы будем видеть ее неполную. Она у нас заворачивается. Ставим пену, которая у нас спускается из этой кружки, прямо вытекает. Показываем ее тоже. Здесь у нас вот яблоко сбоку в эту пену входит. Ну и саму фактуру тыквы, которую у кружки делаем. Вообще, когда я смотрела фотографию, я сначала даже не поняла, что это кружка. Я сначала почему-то подумала, что это тыква. Смотрите, убираем лишние линии. И теперь мы с вами отрисовываем более четким контуром, что у нас и где с вами будет располагаться. Если вы хотите, можете обвести это цветным карандашом, например, и потом его оставить. Я не хочу брать цветные карандаши сегодня, поэтому я оставлю простой карандаш, потом уже уберу лишние линии эластиком или клячкой. Берем с вами 36 номер. У меня это такой вот кремовый оттенок. Он так и называется, по-моему, крема. И я полностью этим оттенком закрываю тыкву, обвожу те капельки, которые находятся на этой кружке. У нас свет на кружку будет падать слева. И справа у нас будут более такие темные теневые места. Поэтому мы, когда будем проходить с вот этим маркером 36, можно там аж в два слоя, в два раза закрыть фактуру нашей кружки. А вот, получается, слева лучше всего в один такой полупрозрачный тонкий слой. Добавляю такие вот, смотрите, зигзаги, что у нас такая вот пена. Где-то потоньше, где-то вот прям такие фактурные. На ручку можно добавить. Ручка у нас вообще будет темная, но на нее также идет переотрошение от нашей кружки. Берем 23 номер, у меня это оранжевый, довольно-таки яркий. Но с учетом того, что мы уже проложили кремовый, да, такой оттенок, мы проходимся в первую очередь вот по таким вот складочкам, да, нашей тыквы, тыквы-кружки. Вот, и с учетом того, что у нас уже лежит оттенок, у нас оранжевый будет не такой яркий. Мы его приглушили немного кремовым маркером. И, в принципе, да, если бы мы сразу начали наносить с вами на белый лист оранжевым маркером, то это выглядело бы очень-очень ярко. Мы бы с вами запутались в цветах. Поэтому здесь у нас с вами более гармонично получается. Закрываю нижнюю часть кружки, она у нас вся в тени. То же самое, где-то оранжевый мы добавляем, такие полупрозрачные, где-то мы добавляем, можно там пройтись и в два слоя. Обязательно работайте на бумаге, предназначенной для маркеров. Всю правую часть, которые вот две самые такие последние дольки на нашей кружке, они самые-самые темные, поэтому я их выделяю сильнее, чем остальное. И с правой частью более такие прозрачные оттенки. Добавляем снова на нашу ручку кружки, на яблоко. Когда мы работаем с такими вот натюрмортами, особенно яркими, лучше сразу добавлять туда, где у нас может быть цвет, да, отражаться. Потому что потом это все забудется, чтобы смотрелось гармонично у вас в рисунке, в картине, все не должно существовать отдельно, а должно существовать единым целым. Берем 24 номер, у меня такой-то вот коричневый, светло-коричневый. И я активно закрываю левую часть. Оно смешивается с оранжевым, там есть немного нашего кремового оттенка. Показываю тень, что у нас составляет пена, которая вытекла за пределы кружки. Прохожусь по стыкам, да, вот этим долькам, которые у нас разделяются. Можно под капельки показать тень. Чем ближе к свету, да, чем ближе мы двигаемся к левой части нашей работы, тем меньше мы закрываем, не так усиленно. Где-то пропускаем, где-то прям еле коснулись, отпустили. Добавляем на кружку опять-таки, закрываем этим цветом ручку нашей кружки. Также на пение мы можем поставить, да, этот цвет, такими вот зигзагами. На яблочко можно добавить, у нас тоже там есть тени, косточки, которые мы видим. Вот смотрите, такие вот они фактурные, такие они как кучеряшки, такие пены, да, как вот еще назвать. На сами капельки можно подтенить, потому что там не только вот у нас с вами идет пена темная, там еще в этой пене у нас с вами находится какая-то там корица, возможно, какао и так далее. Я беру 26-й оттенок, обратите внимание, он у нас такой прям очень красивый, полу такой прозрачный, но, собственно, оттенок сам по себе есть. Для пены вообще идеально подходит для нашей, я закрываю все капельки, закрываю нашу пену, вот, где-то можно в два слоя, где-то оставлять можно в белые части, где-то в один слой, на яблочко обязательно набавьте. Я беру CJ7. У меня такой, это темный серый оттенок, но он смешивается, обратите внимание, с другими маркерами, и он не выглядит таким темным. Он высыхает, и то, что у нас там уже заложена смесь оранжевого, смесь, получается, нашего коричневого цвета, он дает такой вот темноватый оттенок. Кружка у нас глянцевая, поэтому у нас могут быть резкие с вами переходы от цвета к тени, отражения и так далее. То же самое будет, когда мы будем работать с бликами. Также выделю пену, тени под пеной, в каких-то местах можно подвыделить, почему нет. Ручка, как я говорила, у нас будет темной, мы ее закрываем. Чем ближе к цвету, тем меньше у нас такого темного с вами будет добавляться. Добавляем тень под кружку, этим же цветом работаем. На семечки можно, точнее, семечки можно выделить. Теневые места у яблока. Я беру такой светло-серый оттенок, у меня это CJ3, и делаю легкую растушевку от, получается, наших теневых мест, которые мы поставили предыдущим маркером, который у нас такой темный был, темно-темно-серый. И рядом вот с этой тенью я растушевываю этот цвет более таким вот светлым серым. Аккуратно обходим нашу пену, аккуратно обходим наше яблоко. Добавляем в этот серый оранжевый. Продолжаем закрывать фон. По-прежнему аккуратно обходим яблоко, по-прежнему аккуратно обходим нашу пену. Спускаем этот цвет ниже. И смотрите внизу, то есть за счет того, что мы заложили туда светло-серый, у нас оранжевый не выглядит таким ярким. И фон такой более, получается, гармоничный. А вверху, наоборот, у нас такие более ярко-оранжевые оттенки. Единственное, мы справа немножко подтемним серым наш оранжевый, потому что там у нас все равно падает тень. Не стоит об этом забывать, а более такой вот яркий кусок мы оставим слева. Беру предыдущий цвет, темно-серый, который у нас CJ7. И аккуратно закрываю нашу правую часть, там где у нас находится тень. Аккуратно обходим яблочко и пену. Дальше я дотушевываю этот цвет CJ3. Более таким светлым серым. Смотрите, какие гармоничные переходы. Берем с вами третий номер. У меня это такой вот холодный красный. Тяготеющий немного к розоватому какому-то. Больше это, знаете, похоже на какой-то такой карминовый, может быть. Добавляю в нашу тень. Вообще очень красиво, смотрите, как подчеркивает в тенях этот цвет. Добавляем его в тени. И закрываем этим цветом яблоко. Берем снова наш 36 номер. Кремовый оттенок, да. И добавляем такие вот кучеряшки пены. На нашей, собственно, пене, да. Показываем теневые места. Добавляем к яблоку 42 цвет. Это такой зеленый, он ненасыщенный. Мы добавляем его рядом с косточками, да, добавляем на само яблочко. Берем такой 49 цвет, он такой зелено-шелтый, очень такой светлый. Можно добавить какие-то рефлексы от яблока, от мякоти, которая падает этим цветом на пену. Берем 81, это у нас такой темно-темно-фиолетовый. И показываем на нашем яблоке теневые места с помощью этого цвета. Берем 24 снова, да, и показываем нашу пену такую вот темными такими местами. На яблоко также добавляем 26 внутрь мякоти. Работаем сейчас коричневым цветом таким, неярким, но более таким уже темным по сравнению с теми, что мы работали. Это 97 номер. Где-то показываем такие кучеряшки наши пены, где-то ставим с вами точечки, и показываем, что это у нас там посыпано корицей, может быть, там какао. И проходимся вот такими точечками, которые у нас тоже там на кружке просыпаны, и корицей это, да, и в капельках тоже она насыпана. Проходимся в 97 номер. Беру CG7, показываю нашу пену, особенно ту, которая находится в тени. Где-то мы выделяем, где-то добавляем более такие темные участки нашей вот этой вот посыпки. Особенно в тенях. И в капельках у нас есть эта посыпка. Главное не перетемните. Я беру 94 номер. У меня это, как написано на маркере, сиена жжёная. И выделяю, собственно, вот таким вот ярким коричневым, да, он у нас такой красно-коричневый больше. Мы выделяем с вами, опять же, нашу пену. У нас справа она будет, сама пена тоже темнеет, чем слева. Ставим также точечки. Где-то добавляем на кружку дополнительный цвет. Берём белую гелевую ручку. И теперь давайте до конца оформлять нашу с вами работу. Ставим блики на яблочко. Выделяем кожуру. Вот, сделаем покрасивее с вами. Проходим всё по таким вот тёмным, которые мы оставили. Они становятся у нас светлые. Покажем какую-то небольшую фактуру на самом яблочке. У нас свет падает, получается, слева, падает сверху. Яблочко у нас светится. Ну, внизу не светится. Внизу у нас яблочко в тени. Проходимся по пене также. Выделяем. Смотрите, какой красивой она становится. Смотрите, какие глубокие у нас получаются капли. За счёт того, что у нас с вами лежит тёмный цвет. И теперь мы выделяем таким вот ярким, да, белым цветом. Белой такой яркой линией. Обратите внимание, как здорово начинают смотреться капли. Где-то можно подзакрыть, например, поставить на капли блик. Но это надо делать тогда исключительно, если вы там притемнили, да, то на капельках ставите блик, получается, с левой стороны. Потому что оттуда у нас с вами идёт свет. Выделяем фактуру нашей кружки, что она у нас такая в форме тыквы. Смотрите, как красиво уже засиял наш скетч с вами. Показываем ручку кружки, как она у нас себя ведёт, вот как она загибается, да. Что на неё падает свет. Показываем небольшие блики на нашей кружке сверху. Показываем фактуру кружки дальше внизу. И на этом мы с вами заканчиваем. С вами была ArtColor. Спасибо за внимание. Увидимся на следующем уроке.